Знаете, все чаще обращаю внимание вот на какой момент мне стало неприятно читать новости федеральных изданий, да что там неприятно, противно, вот противно, меня выворачивает от их прочтения, нет, не от самих новостей, от способа и стиля подачи информации, причем как самими сами, так и их спикерами. От этих публикаций исходит злоба, ненависть, агрессия, ну вот дабы за примерами далеко не ходить, 5 мая известия, пожалуйста, Захарова пообещала ответ на враждебные действия со стороны Прибалтики, Россия будет реагировать и ответит асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитных сферах, она отметила растущую русофобию в Эстонии, Латвии и Литве, подчеркнула, что русский язык и вытеснили почти отовсюду, Россия всегда стремилась к диалогу, однако, недружественные государства делают все возможное, ну и далее, по тексту. Чего? Вот именно, что это было, это заявление дипломата или визги уличной торговки, ну ёпырысоты, есть же какие-то правила хорошего тона, есть дипломатический протокол, да просто светский этикет, наконец, почему те, кто должен об этом помнить всегда, забыли обоном напрочь. А потом удивляемся, что нас недолюбливают во всем мире, кричим о русофобии, при чем тут русофобия, у нас даже дипломаты людям хамят. Согласитесь, но при помощи хамства невозможно добиться конструктивного диалога от слова совсем, агрессивный повелительный тон поражает лишь встречную агрессию, грязь не способствует позитиву, нормализации отношений или это только я понимаю? Реальная журналистика мы строили, строили и, наконец, приплыли тема сегодняшнего выпуска, поехали! Телевизор вообще включать страшно, какой канал не ткниоры, крики, визги, угрозы, при чем средь бела дня, когда это могут увидеть дети? Я хочу этому нацику, а мне наплевать сказать, мы все придем и всех вас уберем! Ты вообще понимаешь, что это было охренеть как грубо? В художественных фильмах мат-перемат попытались с женой какой-то сериал посмотреть недавно, вроде и сценарий неплохой, отзывы отличные включили, а там как, понеслось? А у нас тут дети бегают на минуточку, да и мне, взрослому, вроде человеку тоже не особо приятно все это слушать. Скандалити-шоу один, сплошной кошмар и деградация, но они везде, даже на православном спасе, сидит какой-то поп и зарыгает ненависть. Человеку всегда всего хватит, пока он человек. Когда он превращается в нелюдя, ему всего мало. Денег, времени, света, тепла, воды, квадратных метров. Нелюдю всего мало. Вот западная цивилизация, цивилизация нелюдей, им вечно всего мало. Да ну нахуй! Отец! Ты видел? Каюсь, грешен, когда 10 лет назад все это только появилось на нашем телевидении и подавалось, кстати, дозированно, так вот даже мне тогда оно показалось некой фишкой. Смелым ходом для привлечения аудитории даже я эти скандалики нет-нет допоглядывал, но всему же есть предел. Есть определенные рамки, за которые лучше не выходить, повторюсь, в те времена оно давалось дозированно, сегодня же это кругом. Еще раз, какой канал не включи, один сплошной ор, мат, грязь, кругом враги, все вокруг сволочи, мерзавцы, подонки, ну и так далее. 50 тысяч человек за день пришло на Украину. Это МВД статистика Украины. Если ты не знаешь твоей статистики. Дебил. Вдобавок, слушай меня здесь. Ты дебил. Нет, дебил ты. Мудак ты, кончил. Так, пшел вон. Скотина. Пшел вон отсюда. Вон отсюда пшел. Понятно, что в какой-то момент люди просто начали от этого уставать. Человеку в принципе чужда, агрессивная среда, да. Время от времени каждый из нас способен взорваться и скатиться в негатив, но ненадолго. Пребывать в этой грязи постоянно нормальные люди не могут, поэтому в какой-то момент народ просто проголосовал пультом. Перестав смотреть основные телеканалы, никому ведь не открою тайны, если скажу, что сегодня. Самые популярные каналы на ТВ это «Пятница», «Стс» и «ТНТ». Самая популярная передача «Битва экстрасенсов». Программа «Время», которая десятилетиями была лидером отечественного телевещания и теперь на задворках в рейтингах. Почему? Да вот поэтому. Устали зрители от мерзости. Не хотят они больше вариться в пропагандистских помоях. Я не смотрю телевизор. Вы не смотрите первый канал? Никакие каналы. Не свои? А вообще телевизор? Да. Я вам объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, он опасен для здоровья. Я себя очень люблю для того, чтобы не давать разрушать свои нейронные связи в мозге. Вот только телевизионные начальники почему-то упорно не хотят этого понимать. Поэтому виновникам собственных провалов они назначили интернет, а затем и вовсе решили переехать туда. Помните, как несколько лет назад пропагандистская дрянь буквально пачками начала возникать в Ютьюбе десятки каналов. Там появлялись ежедневно. Менять ребята ничего не стали. А прямо взяли вот это вот все свое г**нище в том виде, в котором оно было в ящике и перетащили на трубу. Впрочем, история повторилась. Зрители снова проголосовали пультом. Точнее, на этот раз функции отписаться. А вскоре и сам Ютьюб погнал пропагандистов со своей площадки с с**ными тряпками. Я считаю, хочу это сказать публично, что если Ютьюб закроет твой Ютьюб-канал, то мы должны закрывать Ютьюб за осуществление американской цензуры на территории Российской Федерации. И опять эти безголовые ничего не поняли. Дело не в американской цензуре. На Ютьюбе есть простые и понятные правила. Нельзя распространять ложную информацию. Нельзя заниматься разжиганием ненависти, в том числе по национальному признаку. Нельзя призывать к определенным действиям вроде... Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Кстати, большинство из этих правил очень тесно перекликаются и с российскими законами, с законом о СМИ в том числе. Вот только пропагандисты, они же уже сто лет. Как российские законы не соблюдают, им разрешили на них чихать с высокой колокольни. Поэтому, ну разумеется, ребята удивились, как это так? Нам же все можно. Оказалось, не можно. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ну да, мы отвлеклись и вот, в очередной раз, так ничего и не поняв, пропагандисты продолжили наступать на те же грабли. А именно, снова собрали все свои помои и попытались их продать аудитории только теперь посредством собственной видеоплатформы в интернете, коей назначили ВК. Помните, как они это ВК прокачивали? Скупали топовых блогеров пачками, заливали туда новомодные клипы, наплевав на авторские права их обладателей. А год назад, в мае 23-го, целую спецоперацию провернули по продвижению во ВКонтакте популярного юмористического шоу «Что было дальше?». Подключили все имеющиеся ресурсы – телевидение, радио, печатные СМИ, информагентства, даже купленных блогеров. Вся пропагандистская машина буквально в течение нескольких дней работала только на трафик бывших комедиантов, но в конечном итоге… Не получилось, не фортануло. Именно. Зритель снова проголосовал против пропагандистской помойки. Причем самое забавное, что из ВК действительно сделали довольно-таки качественную видеоплатформу в кой-то веке. В России что-то сделали хорошо, ее отлично прокачали, вот только аудитория не захотела смотреть пропаганду. Развлекательный контент там действительно заходит на ура, веселуха, набирает миллионы просмотров, но не политика, ради которой все и затевалось. Обратите, к слову, внимание на число просмотров вот под этим видео, сейчас покажем. Специально прошу режиссера показать именно количество просмотров, а ведь это на минуточку. Официальная страница ВКонтакте первого канала российского телевидения. Ну а сейчас кадры по-настоящему редкие, приемная главы государства, его приветствует его референт. Ну а далее коридоры высшей российской власти. Ну и что же вы думаете было дальше? Может быть хотя бы на этот раз до пропагандистов дошло, что не кровати переставлять нужно, менять необходимо саму концепцию подачи. И вообще пропаганды пока последние зрители не разбежались. Нет! Упыри опять вместе со всей своей гадиной нацелились теперь на китайский тикток. Там решили счастье попытать. По этому поводу платформу даже разблокировали в России на прошлой неделе. Напомню, с весны 22-го площадка работала в ограниченном для россиян режиме. Хотите, предскажу, чем и эта история закончится? Хотя вы и без меня знаете, даже если ребятишкам удастся уломать китайцев, перепрофилировать свою соцсеть под информационный контент в том числе, да ничего для них все равно не изменится, не будут их мерзкие программы люди смотреть. Пидорас. Пидорасина. А потому что отупели, а потому что обленились, а потому что отвыкли работать в условиях нормальной конкуренции. Именно конкуренция ведь заставляет идти вперед и развиваться, а эти полтора десятилетия деградируют на полностью зачищенной поляне, ничего при этом не меняя. Выросло ведь целое поколение журналистов, которые понятия не имеют, что такое журналистское расследование. Которые не знают, как нужно добывать, проверять и анализировать информацию. Которые не знают, как вообще с информацией работать. Полностью выхолощенный институт креативных продюсеров практически уничтожен. На телеке сегодня нет людей, способных придумать интересный программный продукт, каким был листьев, скажем. Российское телевидение в 21 веке опустилось до уровня ЦТ позднего СССР. Ничто еще не предвещает наступление зимы. Но пройдет совсем немного времени, начнутся холода, польют дожди. И нелегко тогда придется обитателям вот этих домов на Вашингтонской 14 улице. Всего хорошего! Хотя кто там что менять-то станет? Вы посмотрите, кто у нас на экране-то сегодня старичью одно. Ну, пенсионеры да предпенсионеры, застрявшие в 90-х. Ну, раз уж о ТВ говорим. Впрочем, вне электронных СМИ все то же самое информацией. Век информационных технологий занимаются динозавры из прошлого и ездят по ушам стариканам из Политбюра. У нас рейтинги! Да какие у них рейтинги, как думают? Скобеева вообще знает, что такое обратная связь со зрителем, интерактивом это еще называется? Нет, конечно. Она приперлась в студию, отбрехалась там, навалила какой-то ахинеи. А сколько народу ее посмотрело, послушало, на самом деле ей плевать, она за бабло работает. Захочет ли она что-то менять? Разумеется, нет. Верит ли она в то, что мелет? Разумеется, не верит. Чихать ей на своих хозяев, в том числе бабки. Вот все, что интересует Скобееву. Бабки, бабки, с**а, бабки! С**а! Господи, да эти алчные упыри, даже иллюзорный мир телевидения умудрились превратить в иллюзию, развалить там все. А впрочем, на то они упыри, все. Переваривайте, это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже ждут, друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!